Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Полгода назад я познакомился с девушкой в отношении, уже был до этого и после нескольких встреч. После нескольких встреч я понял, что она во всем меня устраивает. Мы встречались полгода, было всё отлично, потом я начал охладывать к ней. Она меня очень любит и старается всё сделать для меня, но её слишком много в отношениях. Пишет мне очень часто, каждые пять минут говорит, что любит, встречает очень часто и ожидает от меня того же. Я чувствую, что не могу ответить тем, тем же и всё больше дистанцируется. Режу её метания, мучения, очень больно на душе, не могу понять, почему вдруг это так резко изменилось. Девушка говорила на эту тему. Она говорит, что я не ценю такое отношение и, может быть, потом когда-нибудь это всё пойму. Помогите, что это может означать, как нам быть и как исправить эту ситуацию и жить в полной гармонии. Ну, на мой взгляд, есть такая некоторая дихотомия, да, некоторая такая ассоциация, если хотите. Ага, вот в том, что вы вроде бы задаете вопрос, да, ну, в смысле, спрашиваете, что происходит, вот, спрашиваете, ну, почему так происходит, вот, ну, как происходит. Вот, вроде бы вы спрашиваете об этом, но в то же время, в то же время, вы пишете сами следующее, что девушка вам часто пишет. То есть, вы понимаете, что человек вам часто пишет. Вы понимаете, вы чувствуете, что её в вашей жизни слишком много. И, чувствуя это, вы спрашиваете, почему так происходит, что изменилось. Так вот, вот то и изменилось, что девушке стало слишком много в вашей жизни. То и изменилось, что она как бы растворяется в вас. И вам это тяжело, вам это неприятно, вас это отталкивает. Это естественно, это нормально. Вот. А девушка, к тому же, ещё и, как бы, ну, не езжает на вас. Вот. Говорит, что ты не ценишь, потом когда-нибудь поймёшь. Вот. То есть, вы чувствуете, что человек, у вас, как бы, чересчур сильно нуждается. И вам это неприятно. Но тут нужно, пожалуй, сказать о том, что никому бы не было приятно такая ситуация. Любому человеку была бы неприятно такая ситуация, потому что вы чувствуете себя, по сути, не свободным. Вы чувствуете, по сути, что вас ограничивают. Вы чувствуете, по сути, что теряете свою автономность, теряете свою свободу, теряете свою самостоятельность и вам это неприятно. И это нормально. Вот. Поэтому, да, это, безусловно, вопрос, касающийся личной границы. Это вопрос, касающийся ваших собственных личных границ и того, как вы их выставляете, как вы их защищаете, как вы их продвигаете и, самое главное, как вы об этом говорите, пока, пока что, получается такая ситуация, при которой вы, на мой взгляд, оказывается перед, ну, перед необходимостью отстаивать свои личные границы. Вот. Вот. Чувствуете себя виноватым. Вы. То есть, видя, как вы, видя, как ваши личные границы сталкиваются с границами девушки, видя это, вы чувствуете вину, боль, может быть, страх. Вот. Нужно ли это, нужно ли это корректировать? Да, конечно. Вот. Необходима коррекция коммуникаций между вами и девушкой. Вот. Вот. Необходима более полная, более четкая, может быть, детализация того, о чем вы писали, что слишком часто она мне пишет слишком многое в моей жизни. Вот. Вы же сами к этому как-то относитесь, потому что ее слишком много в вашей жизни. Вы же сами как-то себе объясняете. Вот. Apple. Apple. Если вы этого не сделали, то это может быть как раз таки проблемой. Что вы что-то чувствуете, что-то вы ощущаете. Но, что именно вы чувствуете, вы не знаете. Что именно вы ощущаете, вы не знаете тоже. Ну вот. Точнее, просто, может быть, не позволяете себе это почувствовать. Если ваш опыт отношений был негативным. Вот. Ну вот. Если вы расставались с своей предыдущей девушкой, да, вполне возможно, что вы боитесь как-то повторения этой ситуации. Ну, будет такой же. И поэтому чувствуете себя виноватым перед ней. Вот. На деле же вы не виноваты, если чувствуете, что у человека слишком много в вашей жизни. На деле в этом нет вашей вины. Но, конечно, я бы сказал, что поработать с этим много. То есть себе объяснить, признаться, девушке объяснить что-то. Вот. Не доказывать ей? Нет. Но, донести. Показать. Это, на мой взгляд, то, что вполне вам важно. Вот. Вот. И посмотреть, посмотреть на то, как она в целом могла бы к этому относиться. Вот. Потому что очень важно, чтобы, наверное, не было каких-то манипулирующих тенденций. С, допустим, ее стороны. Вот. А они, как мне показалось, начинают присутствовать, начинают быть. Вот. Вот. Это, в любом случае, нехорошо. Для отношений, вот, для будущего, ну, для будущего отношений и так далее. Это нехорошо. Вот. Совсем нехорошо. Вот. Вот. Как-то так. А, значит, через половины, которые вы испытываете через половины, ну, ваши через половины, через половины, это как раз вследствие того, что человек нарушает, нарушает ваши личные границы. Вот. Ну, а вот тогда вы начинаете чувствовать вину перед, ну, перед девочкой. И перед любым, когда ты человек. Вообще. Вот. Потому что, ваши личные границы нарушаются, но человеку, ну, своими, ну, своими действиями, как бы, запрещают вам выражать злость. Вот. Ну, то есть, вы не можете, вы не можете выражать свою злость ему. Вот. 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 И вы чувствуете вину. И знаете. То есть, вина, это вот, пока, получается, обращенная злость. То есть, если бы вы себе злиться разрешали, да, то лапы злость злость. А так вот. 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 Ну. Это неприятно. Вне всякого смысла. Вот. Поэтому, поэтому тут, тут вот нужно вот в таком ключе двигаться, на мой взгляд. И просто как-то более честно, что ли, признаваться себе в своих ощущениях. Вот. Вот. Ну, и, конечно, говорить об этом человеку, это тоже очень важно. Вот. То есть, чтобы там как-то, да, и, ну, ну, чтобы и человека не обижать, понаправду, в данном случае, девушку. Вот. И, чтобы себя не обидеться, то есть, не обделять себя. Вот. Чтобы, ну, чтобы самому не оставаться, так скажем. В прогноз. Вот. Понимаете, да? Вот. Пожалуй, то, что хотел бы вам я сейчас сказал. Обязательно, на мой взгляд, нужно поработать с уверенностью в себе. Это необходимо. потому, что именно ваша неуверенность в себе, именно то, что вот вы в какой-то степени в какой-то степени в себе сомневаетесь. Вот. Ну, то есть, вы в себе сомневаетесь, вы в себе вот как-то не доверяете себе. Вот. 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 что вот такая ситуация в рынках. Вот. То есть, вы как-бы себе в этом смысле как-будто бы запрещаете, что-ли? А, ну, не знаю, что-бы всегда ошибку, может быть. Вот. То есть, вы говорите мне, нет, я не могу сказать ей, например, о том, что меня не устраивает. Вот. Ну, вот. Хочется спросить, да? А, чего вы боитесь? Ну, вот, что вы не можете, да, ей сказать или чувствуете себя виноватым, а чего вы опасаетесь? Вот. На это, на это тоже, как мне кажется, нужно обратить внимание вам свое. Вот. Вот, пожалуй, как-то так. Значит, когда вы будете открыто заявлять о своих личных границах. Да? Вот. Не испытывая, при этом, негативных чувств. Вот. И как-то вот, ну, понимая, что-ли, что вы это делаете не только для себя, допустим, но и для девушки тоже. Вот. Такое отношение перед гором. Вот. Вот. Поскольку вы сейчас, по сути, даете слабину, но это того, что корите себя сами за то, что чувствуете, что девушки много. Вот. У девушки это вызывает еще большую агрессию на нас. Вот. Потому что она чувствует, что вы себя вините. Вот. 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 А делать так, как она делает, то есть тысячи двумя каждые пять минут, когда она это делает тоже не из счастья. Не от счастья. Она это делает не от счастья. Вот. Вот. Это тоже очень важно, ну, очень важно это понимать как она делает. Вот. А что она там тоже делает. И страхи какие-то, ну, ее страхи, вот, и какие-то переживания есть. То есть все, все, все вот такое. Такое. Имеется. Вот. Ну, еще и вы валяете нашу вагу. Вот. Поэтому я бы сказал, что в какой-то момент в отношениях вы как будто перестали быть свободными. Вот. Ну, просто перестали быть свободными. И вы. И она. Вот. Вы перестали быть свободными. И она перестала быть тоже свободной. С вами. Вот. А, конечно. 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 Это не ваша вина. То есть мы тут, мы тут не для того, чтобы кого-то винить. Ни в коем случае. Но мы здесь для того, чтобы разобраться. Вот. Мы для того здесь, чтобы понять. И чтобы увидеть, заметить, а как хотите вы. Ну, просто как вы хотели, как вы хотели бы. То есть какой вариант хороший, ну, для вас. И есть ли такой вариант. Вот. И если есть, то, а как его можно реализовать? Для этого вам, конечно, придется столкнуться со своими приоритетами. Вот. То есть вам придется признать, что у вас есть какие-то приоритеты, у вас есть какие-то рамки. которые человеку, да, нужно плюс-минус соблюдать, чтобы находиться с вами в отношениях. А если он этого не делает, если он эти рамки не соблюдает, то отношения будут развиваться по не очень хорошему пути. Совершенно не важно, при этом хотите вы, чтобы так было или нет. Вот, пожалуй, как-то так я мог бы вам ответить сейчас. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам!